Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Банк России вернется к вопросу изменения ключевой ставки уже в марте. Разумеется, все заинтересованные стороны хотят, чтобы ее понизили. Судя по данным из самого Центробанка, там тоже этого хотят, но не уверены, что ситуация позволит. Ожидается, что решение будет принято 13 марта. За это время специалисты разберутся в ситуации и смогут принять взвешенное решение. Особенно важно снижение ставки для банковского сектора, которому необходимо привлекать новых заемщиков. Правда, эксперты полагают, что ставка будет снижена не более чем на 2%, а это значит, что кредитные ставки по-прежнему будут запредельно высоки. При каждой операции на сумму более 15 тысяч рублей пользователям интернет-кошельков необходимо будет вводить пароль от сайта госуслуг. Такое правило хочет ввести Минкомсвязи. Соответствующая норма содержится в конечном варианте проекта постановления правительства о порядке упрощенной идентификации клиентов физлиц. Отмечается, что введение новой нормы связано с подключением банков и платежных сервисов к одному из блоков действующего в России электронного правительства. Как сообщается, в данный момент на сайте госуслуг зарегистрировано лишь 13 миллионов россиян. В 2015 году все больше российских туристов переориентируются на популярный формат all-inclusive. Об этом заявляют представители туроператора Туи. В ходе опроса жителей Москвы и Петербурга 71% респондентов ответили, что предпочитают отдыхать по системе all-inclusive во время отпуска. На втором месте по популярности тип питания полный пансион, на третьем полупансион, то есть завтрак и ужин. Наиболее популярными странами, исповедующими полный пансион, являются Турция и Египет, значительно менее популярны Греция, Болгария и Испания. Ну вот насчет 71% это, наверное, что-то не из нашей реальности. Российский фондовый рынок открылся понижением котировок по отношению к основной торговой сессии понедельника. Индекс ММВБ снизился до 1741 пункта. Среди лидеров падения бумаги Солерса, Яндекса, Новотека, Сургутнефтегаза и Северстали. Лидеры роста акции КамАЗа, ПИК, Интеррао и Алроса. Снижение на российском рынке происходит на фоне негативной динамики европейских и американских индексов, а также низких цен на черное золото. На азиатских рынках преобладают продажи. Курс доллара на 10 февраля 65 рублей 78 копеек. Курс евро 74 рубля 58 копеек. Золото стоит 2627 рублей за грамм. Серебро стоит 36 рублей 42 копейки за грамм. Цена нефти марки Brent 58 долларов 69 центов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах.